Всем доброго дня, друзья! Сегодня 12 октября. Сегодня последний тёплый денёчек у нас в Воронежской области. Сделаю я вам небольшой обзор теплицы, что растёт, как себя чувствует. Потом покажу, какой урожай я собрала томатов. Ну а далее мы с вами встретимся примерно через неделю, а может быть дней через 10, когда к нам придут уже настоящие холода. Видите, плодоношение продолжается. Но продолжается у гибридов. Вот такое уже состояние сортовых помидоров. Всё уже засохло. И требует уборки. А гибриды, пожалуйста. Ну всё, ребята, собираю. Показываю, какой урожай собрала. Хочется показывать и показывать. Не то, что я хвастаюсь, а просто меня очень впечатлили эти гибриды. Видите, растения уже лежат и на дорожке. Но если вот так приподнять ботву, то можно увидеть, сколько ещё плодов на растении. Сейчас я аккуратно постараюсь переступить. Посмотрите. Чтоб потом не было возмущений у некоторых зрителей, что, дескать, неправда, не может быть. Да как так? Да неужели? А вот показываю всё, как есть. Всё, как есть. Кому интересно, смотрите. Ну всё, собираю. Собираю я не только красные томаты, но и вот такие, скажем так, по окраске идут. Ночные морозы очень сильно у нас холодает. И всё равно помидоры, плоды будут висеть. И вряд ли они так будут спеть, как в тазике. Смотрите, какая красота, ребята. 12 октября. Видите, насколько он сахарный, что даже сам лопнул. Сегодня будет неплохой сбор. Но это самое начало. Сразу говорю, что моё видео не является чьей-либо рекламой. Всегда снимаю честно. Всё, как есть. Вот если у меня беспорядки в теплице, не нравится вам это, ради бога. у меня всё в идеальном порядке, когда есть время, а когда его мало. Но если бы растениям было плохо, они бы, наверное, не росли и не давали вот такие урожаи. посмотрите, как же прекрасно чувствуют себя растения у меня дома. У себя дома. Думала, забегу на полчасика, но не тут-то было, друзья мои. Поливаю сейчас теплицу. Ну, примерно два раза в неделю. Вот так, как идут холода, я думаю, что поливы уже сократятся до минимума. А томаты ведь не сдаются. это вот интуиция. Да. Посмотрите. Вот думала, сниму на минуту, забегу, соберу и побегу дальше. Нет, ребята, не получится. А кто хочет услышать правду, милости просим. милости просим. Смотрите, мотайте на ус и пусть у вас все получится. Немножко поговорила с вами и еще вот такую девочку набрала. Это еще не предел. Дальше пошла. Среди вот такой листвы много прячется томатиков. Вот, смотрите, ребята. Я думаю, вам видно. Посмотрите. Не хочу сильно тревожить ветки, чтобы ничего не обламывать. Как же здорово, а? Как же здорово иметь теплицу. Конечно, стоит она больших денег и поликарбонат не вечен. Но если все умножить, кто занимается, конечно, продажами, я продажами не занимаюсь, но нам вот на три семьи хорошо покушать, могу угостить друзей. Я в этом отношении не жадный человек. чем дольше мы даем кому-либо, тем, мне кажется, мы больше получаем с вами. Вот так. Где же я оставила свое ведро? Вот оно. Вот еще ведерко у меня. Вот такие висят плоды. конечно, пусть висят, пусть тихонечко дозревают. Ну, что мы собрали? Это еще не полный урожай. Я, наверное, все-таки закончу свой репортаж. Вот и пришла на минутку, скажете вы. Вот, собрала два огромных таза. Здесь килограмм восемь-девять в каждом тазу. Ну, что, друзья мои, встретимся через дней десять. Теперь каратенечко о клубнике. Заросла моя деточка, заросла. Ничего, сейчас похолодает. Вот даже что у нас травище. Ну, ничего, похолодает. Начну чистить. подсаживать, где выпало, где были старые кусты. Так что работы и зимой хватит. Это то, что собрала сегодня. А это вот неделю назад. И ничего им не делается. Наоборот, становится все слаще. так что, что москва, это москва, москва. Это Но Продолжение следует...